МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последний раз высокая комиссия была здесь чуть больше месяца назад, и тем не менее изменения уже видны. Обходим все объекты, выслушиваем от главного инженера водоканала, что уже сделано и сколько осталось до финальной точки. Когда реконструкция коса закончится полностью, ее мощность будет рассчитана на четырехкратное увеличение, то есть на население до 80 тысяч. А с другой стороны, мы можем рассчитывать на развитие в нашем регионе промышленности, которой может понадобиться очистка стоков по своим технологическим процессам. А это отличный потенциал, и мощный кос может стать козырем для работы с инвестором. А еще сюда добавим и развитую в городе инфраструктуру проживания, то есть заинтересовать инвестора есть чем. Конечно, еще не все сделано, не все обновлено на 100%. Например, в этой лаборатории есть оборудование 80-90-х годов прошлого века. А это замедляет исследовательскую работу и точность результатов. Сейчас кос тратит более 200 тысяч гривен в месяц на реагенты. А в будущем, фактически, это будет 200 тысяч экономии. Правда, увеличатся затраты на электроэнергию, но сумма не очень велика. По словам главного инженера КОС, из 26 позиций, которые планировалось реконструировать, частично не выполнили только 3 или 4. А если учитывать, что реконструкция проходила внутри существующих объектов, которые ни на день не останавливались, то уже можно говорить о частичном запуске нового оборудования. Поблагодарили заказчики и строители за работу, которую они проводят оперативно. И с учетом того, что еще и погода помогает, то чувствуется их и мастерство, и качество выполняемых работ. После осмотра КОС члены комиссии провели техническое совещание, на котором обсудили детали. Приятно, что все объекты, которые мы самостоятельно стартанули, сделали силами наших подрядчиков, но нам не стыдно. Просто не стыдно. Я вижу, насколько это колоссальная разница с теми объектами, которые выполняются другими заказчиками, и подрядчиками неместными. Просто нет мотивации. Дороги, освещение, все ко всему претензии. Конечно. К тому, что делали сторонник. Конечно. Нет мотивации, люди не заинтересованы, у них задача свои деньги. Все. У нас задача получить результат. Главный инженер показал чертежи. По ним можно точно понять, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. На совещании было видно, как собеседники понимают друг друга с полуслова. Чувствуется, что здесь существует консолидация и слаженность. Конечно, это почти финиш для того, чтобы мы опробировали технологию. Новую технологию, биологическую технологию очистки наших стоков. Ушли от химреагентов и пришли к другой экологичности в принципе. В принципе. Я очень рад, что нам удалось привлечь эти ресурсы. Очень рад, что их практически хватило для того, чтобы мы запустили эту технологию. Но что было бы обидно, если бы сделали много работы, но все равно ничего не запустили. И мы не знаем, что будет в 2020 году, насколько реально будет завершить этот объект. Завершить в полном объеме. Но мы точно знаем, что мы запустим технологию. Вот это самая большая победа. Главное, чего мы достигли в этом году, чего мы достигли благодаря реализации этой части проекта. Понятно, что с 2004 года он претерпел много изменений. И окончательные изменения будут в следующем году, чтобы мы завершили этот цикл. Ну и вы слышали, самое приятное, что это потенциал для города, для развития, для привлечения инвестора. Объект готов в той степени, в которой мы могли его сегодня получить. Спасибо подрядчикам, спасибо заказчикам, всех, кто к этому приложил свою руку. И хорошо, что мы ее реализовали. Очень хорошо. Это приятно. И снова покажем вам панораму канализационно-чистных сооружений. Мощная картинка. На совещании решили, что технологически, в тестовом режиме, КОС должен запуститься в апреле 2020 года. Остается надеяться, что все так и будет. Редактор субтитров А.Семкин